Прашна Упанишада Кто знает того нерушимого Атмана, в котором присутствует всё, чья природа — знания, со всеми богами, пранами и элементами этого неприходящего, тот, дорогой, становится вездесущим, всеведущим и поистине пронизывает всё. Прашна Упанишада состоит из шести вопросов шести брахманов и ответов на них. Каждый вопрос-ответ составляет одну главу. Праш означает вопрос, поэтому Упанишада названа прашна Упанишада, так как построена в форме вопросов. Эта Упанишада относится к школе Пипалада, и ответы на вопросы брахманам здесь даёт Пипалада. Благодаря подробным ответам она более детально раскрывает ряд тем, которые подняты в Мундака Упанишаде, но более подробно раскрывает их. Тем самым становится как бы комментарием к Мундака Упанишаде. Первая часть посвящена сотворению жизни, которая осуществляется посредством праджапати. Вторая часть описывает то, что поддерживает творение, жизненное дыхание, прана, существующее во всём живом. Далее идёт описание разных видов и функций дыхания. Четвёртая часть говорит о связи между праной и сознанием, и описываются три состояния – джаград, цвапна и сушупти. Пятая посвящена пранаве, слогу Ом, и тому, какие методы используются, и как поклоняться, почитать и проникать в Ом. Шестая часть описывает 16 составляющих человека, которые исходят из Пуруши и под конец растворяются в Пуруши. Придя к разочарованию в Сансаре и ищая истинных неприходящих ценностей, желая постичь истинное знание, брахманы задают вопросы. Здесь они названы ищущими, потому что не обрели ещё целостность в себе и продолжают искать во мне. Они задают свои вопросы учителю, однако он не спешит на них ответить. Эта ситуация часто описывается в панишадах и других священных текстах. И здесь учитель говорит, «Драгоценное учение, связанное с главной тайной Вселенной и человеческим Я, известное как брахмавидия, не может быть передано непосвященным. Ученик поначалу должен находиться в поле учителя под его контролем и в течение года пройти испытательный срок». На вопрос Гарги о трёх состояниях сознания человека Джаграт Свапна и Сушупти Пепаладе отвечает, «Лучи заходящего солнца поглощаются самим солнцем. Они вновь исходят из него и распространяются, когда солнце утром встаёт. Так же и мир чувств растворяется во время сна в уме, отражающем сознание, а по пробуждению вновь принимают привычную форму. Вот почему истинное Я не слышит, не видит, не ощущает и не радуется, не ходит и не говорит. Атман — это основа каждой вещи, однако он не действует в ней». Также Пепалада рассказывает, что можно достичь любой локи, если поклоняться божеству этой локи с мантрой Ом. На вопрос о Пуруши истинном Я Пепалада отвечает, «Пуруша заключён в теле, в самом сердце, благодаря чему существует любая индивидуальность, всё исходит из него и поглощается им. Как реки, соединяясь в море, теряют свои имена и формы и уже называются морем, так и душа в конце остаётся только Пуруша. Однако он пребывает без каких-либо изменений и приобретений. Он вечен и бесконечен. И это всё, что я знаю Брахмане, и всё, что надлежит знать о нём». Упанишада кончается тем, что ученики высказывают почтение Учителю, и ведь Отец даёт только тело, а Пипалада, учитель, обучая их Атмататве, дал им Божественное тело, Брахмашариру. Субтитры создавал DimaTorzok